Александру Сбруеву за 80, но в это невозможно поверить, по-прежнему подтянут, обаятелем неподвижен. Недаром друзья называют его вечным мальчиком. Мальчишка Сарбата сыграл за свою жизнь великое множество характерных персонажей в кино и 60 лет отдал театру ленинского комсомола. Роль следователя Алешина в картине «Два билета на дневной сеанс» принесла ему известность, а после большой перемены актер стал секс-символом страны. В жизни Сбруева было три главные истории любви. Первая – в театральном институте имени Щукина, жгучая брюнетка с черными глазами, Валентина Малявина. После свадьбы они прожили всего 4 года. Сейчас бывшая супруга живет в специализированном пансионате, она потеряла зрение. Как-то Малявина призналась журналистам, что хотела бы, чтобы ее навестил Сбруев. Но он не пришел. Боюсь увидеть ее такой, какая она сейчас, признался актер, боюсь, потому что мне горько, что ее жизнь так сложилась. Это большое несчастье. Валя была талантливой актрисой, красивой женщиной. Она моя первая жена, и я никогда ее забыть не смогу. В моих воспоминаниях она все та же красавица, которую любил. В 1966 году на киностудии Мосфильм Сбруев встретил актрису Людмилу Савельеву. Актер увидел ее, когда она выходила из павильона в коридор со съемки первого бала Наташи Ростовой, в фильме «Война и мир». Через год после свадьбы у пары родилась дочь Наталья. Любовь – это как девятый вал, рассуждал Сбруев в программе «Небольшая перемена». Она так захлестывает, ты теряешь голову, рассудок не присутствует при этом, только эмоции и темперамент. Страшно, что через какое-то время девятый вал уходит, потом наступает восьмой, седьмой, шестой, а затем – штиль. И начинаешь понимать рассудком, как больно, что все это прошло. Сбруев женат на Савельева и сегодня, тем не менее, в 1992 году от актрисы театра Ленкома Елены Шаниной у него родилась дочь Татьяна, которая пошла по стопам родителей и играет с ними на одной сцене. Нет безгрешных людей, признается Александр Викторович, и я знаю, где грешен, перед кем виноват. Но если ты действительно грешен, сделал кому-то плохо, попроси прощения у Бога. Будем надеяться, что он нас простит, он всех прощает. Актер признается, что любит своих дочерей. Старшая Наталья, ей 50 лет, снялась в фильме «Если верить Лопатухину», но актрисой не стала. Она об этом не жалеет, занимается редакторской работой, много читает, у нее все хорошо, говорит Сбруев. А младшей, Татьяне, ей 26, нравилась актерская профессия. Зачем было отговаривать о своем возрасте, Сбруев рассуждает так, «Теперь я понимаю, что бежать за троллейбусом уже поздно, можешь споткнуться и упасть». И я говорю сегодня себе, стоп, хотя, с другой стороны, если очень нужно, то... Субтитры сделал DimaTorzok